В этом выпуске мы говорим про зверей. Диких зверей. Давайте по порядку. 1905 год. Париж. Выставка живописи. Посередине зала скульптура ребенка работы скульптора Альберта Марка, выполненная с предельной точностью. А на стенах картины современных для того времени художников, которые не похожи ни на что из того, что до этого видела парижская публика. Оргия цвета. Так описал свое впечатление от этих картин известный французский критик Луи Васель. А посмотрев на скульптуру в центре зала, которая напомнила ему работы скульптора Донателло, он произнес Донателло среди диких зверей. Дикие звери по-французски ле фов. И так появилось название стиля фавизм. И что только поначалу не писали критики про фавистов. Банку краски выплеснули в лицо публике. Неуклюжие и наивные игры ребенка, играющего с коробкой красок. Их называли анархистами, а про их искусство говорили, что оно следствие общей моральной деградации. Анри Матисс был лидером этого направления, и критик Луи Васель называл его главным диким зверем. Сегодня разбираем три диких картины Матиза. Меня зовут Алекс Романов, вы смотрите творческий романах Artifix. Поехали! Написать свою собственную студию это популярный тренд у художников еще с 17 века. Но Матисс подошел к вопросу по-новому. Во-первых, на картине нет людей. А во-вторых... А во-вторых, ну вы вообще посмотрите на это. Ну с первого взгляда тут все правда очень дико. Но чтобы понять эту картину, надо понять, что вообще было важно для художников-фавистов. А фавизм это прежде всего цвет. Цвет для Анри Матисса это личный выбор художника. То есть дерево не обязано быть зеленым, а небо голубым. Художник не имитирует реальность. Он вправе сам решать, какой цвет позволит ему лучше выразить определенную идею или ощущение. Матисс играет с нашим восприятием. Например, сначала нам кажется, что контуры предметов нанесены поверх красного. Но на самом деле контуры это лишь отсутствие красного цвета. На картине есть перспектива. Например, вот эти линии не параллельны. Но перспектива это неправильная. А еще отсутствует угол студии. Матисс как будто дискутирует со зрителем. А какого минимума средств достаточно, чтобы создать иллюзию объема? И заставляет нас задуматься, а что вообще значит пытаться изобразить трехмерное пространство на плоском холсте? Нет сомнения, что на картине именно студия Анри Матисса. Например, вот эта тарелка это его реальное произведение. Возможно, изобразив свою студию именно так, Матисс показал, что для художника важнее всего творчество и экспрессия, а не стандарты и правила. Дома у Матисса висели картины Ван Гога, Гогена и Сезана. Вдохновившись всем этим, он решил сделать нечто еще более экспрессивное и революционное. И написал одну из самых радикальных картин своего времени. Радость жизни. На картине несколько фигур и групп, объединенных в одну композицию. Они лежат, танцуют или обнимаются. И всем кажется очень хорошо. Совершенно не соблюдена перспектива. Фигуры посередине кажутся гигантскими по отношению к фигурам сбоку. Но мы уже понимаем, что на картинах Матисса нет ошибок. И пропорции, и цвета. Это его осознанное решение. Участки холста, залитые одним цветом, толстые линии контуров и темы дикарей, напоминают картины Поля Гогена, который любил изображать человека в естественном, неиспорченном цивилизации состоянии. Но Матисс не пытает изобразить благородных дикарей, как это делал Поля Гоген. Ему скорее ближе вакханалия Тициана, безудержное наслаждение жизнью, гедонизм, праздник. Это тот самый случай, когда название картины очень точно описывает ее содержание. Радость жизни. Картина «Танец» написана на заказ вместе с картиной «Музыка». Для начала была предварительная бета-версия, но финальная версия намного мощнее. В ней есть даже что-то дикое, опять это слово, дикое и даже немного зловещее. Танцующие фигуры яркого цвета, зеленая трава и глубокое синее небо. Опять тема дикарей и яркая палитра Матисса, насыщенные теплые цвета на сине-зеленом фоне. Ритмичная последовательность танцующих фигур. Они танцуют, они свободны. Кстати, эти танцующие фигуры вы уже видели на картине «Радость жизни». И пусть видимая простота картины вас не обманывает. Матисс хотел формой подчеркнуть содержание. Но представьте, что было бы, если написать эту же картину с максимальным реализмом. Но разве было бы тогда такое же ощущение легкости и простоты? И, кстати, вот здесь руки танцующих разделены. Возможно, они приглашают вас к ним присоединиться. В жизни Андрея Матисса было много разных стилей, экспериментов и открытий. Но его имя все равно прочно ассоциируется с фавизмом. Матисс предложил новый подход к живописи. И без его идей не было бы авеньонских девиц Пикассо или композиций Кандинского. Само движение фавизм сложно определить. У ребят не было ни единой программы, ни манифеста. Но было нечто гораздо более важное. Стремление к индивидуальной свободе художника, культ жизни, желание передать момент с помощью цвета. О том, как художники шокировали зрителей, создавали новое искусство, мы говорим на канале Artifix. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся в следующий раз.